Эфир нашего телеканала продолжают новости в студии Анастасии Петраш. Здравствуйте и смотрите в сегодняшнем выпуске. 7 миллионов на дороге Белогорску дополнительно выделят деньги на ремонт городских трасс. Когда мама рядом в областном перинатальном центре успешно реализуется проект «Открытая реанимация». День без разводов. 8 мая. Амурчане не смогут расторгнуть брак. Бои за кубок. 200 тайбоксеров со всего Дальнего Востока приехали на соревнования в Благовещенск. Об этом и не только расскажем в ближайшие минуты. Не переключайтесь. 16 лесных пожаров действуют на территории области. Эти четыре из них локализованы. По-прежнему самая тяжелая ситуация в Зейском районе. Там зарегистрировано 5 возгораний. Также лесные пожары зафиксированы в Магдагачинском, Шимановском, Мазановском, Свободненском, Селемджинском и Серышевском районах. К тушению огня привлечено 636 человек. Задействовано 120 единиц техники. В том числе два вертолета и три самолета. Для мониторинга пожароопасной обстановки применяются беспилотные авиационные системы, которые позволяют обнаружить возгорание на начальной стадии и оперативно отправить наземные силы для его ликвидации. Сейчас на территории области третий класс пожарной опасности установлен в Благовещенском, Белогорском, Зейском, Магдагачинском, Михайловском, Ромнинском, Свободненском, Октябрьском и Шимановском районах. По данным, на 12 апреля сотрудники МЧС составили 14 протоколов об административных правонарушениях. В основном амурчане сжигают мусор на приусаденных участках и около своих домов, а также не очищают от сухой травы, прилегающей к домам территорию. Нарушители заплатят штрафы от 2 до 4 тысяч рублей. Спасатели напоминают жителям, что весенние палы могут привести к возгораниям построек в населенных пунктах и пожарам в лесах. 7 миллионов рублей дополнительно получит Белогорск на ремонт дорог. Губернатор Александр Козлов вместе с главой муниципального образования Станиславом Милюковым осмотрел участок улицы Скорикова, который находится рядом с городской больницей. О том, что необходимо провести реконструкцию участка улицы Скорикова от Кирова до набережной рассказал главный врач Белогорской больницы. В этом районе находятся сразу несколько социальных учреждений. Больница, детский сад и пожарная часть. Ремонт участка трассы предполагает в том числе расширение дороги на полтора метра. Это необходимо, чтобы обустроить дополнительные парковочные места. Я сегодня дам поручение после визита к вам, министру транспорта, о том, чтобы максимально быстро в ближайшие сутки рассмотрели поданную вами заявку. И со стороны министерства транспорта в Мурской области было оказано меры поддержки для того, чтобы этот участок дорог обязательно в этом году получил финансирование и был сделан для жителей Белогорска. Потому что, я думаю, это справедливое требование, которое нужно обязательно выполнить. Спасибо за понимание. Мама всегда должна быть рядом. В областном перинатальном центре продолжается уникальный эксперимент – открытая реанимация. Женщины, у которых родились больные дети, теперь могут постоянно находиться со своим ребенком и следить за его здоровьем. По словам медиков, такая терапия идет на пользу не только мамам, но и малышам. Дети чувствуют и слышат голос родного человека и быстрее идут на поправку. О новых подходах в медицине материал нашего корреспондента Юрия Камышного. Это первая встреча матери и ребенка. После родов Анна Шаванова впервые взяла своего малыша на руки. До этого момента крохотным пациентом занимались врачи отделения реанимации областного перинатального центра. Как говорит Анна, этого момента ждала долго. Все это время переживала за своего сына, которого назвала Артемием. Незабываемое ощущение, конечно. Когда родился, тяжело все перенесили. В тяжелом состоянии, конечно же, к нему сложно было подойти, взять его, аппараты вот эти. Страшно было. Но сегодня взяли, конечно, это очень радостно, что уже можно брать на руки. Отделение реанимации перинатального центра рассчитано на 12 малышей. И оно никогда не пустует. Здесь выхаживают детей, вес которых чуть больше 500 граммов. В зависимости от диагноза, новорожденные находятся либо в полностью закрытых кювезах, которые имитируют утробу матери, либо вот в таких специализированных кроватках. В них постоянно поддерживается определенная температура, влажность и другие жизненно важные показатели. Также здесь у нас регулируется как температура, так мы можем считывать частоту сердечных сокращений, сатурацию смотреть, то есть насыщение крови кислородом. Вот смотрим на такие параметры. С 2016 года за пациентами отделения следят не только врачи и аппаратура, но и их родные. В первую очередь мамы. Как говорят медики, ничего плохого в том, что помимо медперсонала возле малышей находится и кто-то еще. Нет, наоборот, присутствие родного человека идет на пользу детям. На наших глазах дети значительно выздоравливают быстрее, когда они это делают на руках у мамы. Или когда мама рядом. Мы просим мам читать сказки детям, рассказывать. Некоторым мамам начинают от меня прятаться, потому что я заставляю их петь. Я говорю, ну что же вы стесняетесь, мы не будем обращать на это внимание, а вот вашему ребенку это жизненно необходимо. Положительный эффект от постоянного общения ребенка с матерью доказан уже давно. Есть и другие плюсы от такой терапии. Мамы полностью интегрируются в лечебный процесс, следят не только за самочувствием своего крохи, но и помогают медперсоналу. Ведь мама лучше врача, даст своему малышу установку на выздоровление. Уговаривает ребенка говорить, разговаривать. И обязательно, ни в коем случае нельзя плакать, нельзя отчаиваться. Очень важно. Детки очень это чувствуют. Очередная выписка малыша из отделения реанимации становится событием и для мам, и для врачей. Как раз сегодня еще один маленький пациент пошел на поправку. Юрий Камышный, Роман Юдаков, Амурское областное телевидение. Почти 2300 малышей появилось на свет в Преамурье за три месяца этого года. Мальчиков родилось больше. А вот свадеб за этот же период в Благовещенске сыграли на 60 меньше. О результатах своей работы за первый квартал 2018 года журналистам рассказали в Амурском управлении ЗАГС. Интересно, что в области выросло число рожденных четвертых детей в семье. В основном малыши появляются на свет в законном браке. Однако количество одиноких мам не уменьшается. Самыми популярными именами зимы стали Александр, Максим, Артем, Мария и София. Самыми редкими – Ясмина, Агата, Есения, Ян, Эмиль и Эдуард. На пресс-конференции рассказали об итогах четвертой демографической конференции, которая прошла в Южно-Сахалинске. Главным, что определила конференция, что необходимо, конечно, в системе образования вводить курс семейных лекций, вводить предмет. Это отметили почти все выступающие, потому что много очень детей выросли не в полных семьях, очень много детей выросли в семьях, где несовершенно были семейные отношения. Им очень трудно нацелиться на создание семьи. В ЗАГСе также сообщили, что 8 мая будет днем без разводов. В этот день амурчане не смогут расторгнуть брак. Акцию проведут в память о погибших во время Великой Отечественной войны юношах и девушках, которые не создали свои семьи. Более 100 участников из 22 районов Преамурия. 12 апреля в Белогорске состоялся второй слет военно-патриотического движения «Юнармия». На него приехали лучшие юнормейцы. Наша съемочная группа тоже побывала на слезе. Кто такой юнормейцы, также чему учат в объединении в следующем материале. Пистолет Макарова 9-мм является личным оружием офицеров и прапорщиков. Какое оружие используют вооруженные силы России, какое обмундирование получают и какая техника стоит на вооружении. Об этом и других тонкостях Отечественной армии рассказали молодым участникам военно-патриотического движения «Юнармия». Во время слета ребята посетили Никольский военный городок 35-й армии. Сейчас в России около 160 тысяч юнормейцев. Более 3,5 тысяч ребят присоединились к движению в Амурской области. Это семья, которая в будущем нам поможет вырасти полноценным человеком и сможет дать такое образование, которое мы не получим ниоткуда. Ребята утверждают, в движение вступили, чтобы помогать взрослым защитникам нашей Родины. Форму юнормейца, говорят, носят с гордостью. Они уверены в юнормии, им дадут навыки и знания, которые пригодятся в будущем. Нас не учат каким-то определенным упражнениям или как разбирать автоматы. Нас учат тому, как мы должны поступать в определенных ситуациях, как мы должны оценивать ситуации и как помогать другим людям в стрессовых ситуациях. На слете юнормейцев побывали не только лучшие представители движения, но и губернатор Преамурья. В военном городке к ребятам присоединился Александр Козлов. После торжественного построения прошло возложение цветов в памятнику. Собравшиеся почти ли те, кто отдал свои жизни на благо Отечества. Тем временем глава региона отметил, что представители движения юной армии – это и есть будущие защитники Родины. Сегодня мы говорим об этом, что настоящим проявлением патриотизма, конечно, является поступок. И эти молодые люди, которые сегодня вступили в ряды юной армии, на примере своих наставников, на примере их поступков, учатся и в последующем, когда в их жизни придется сделать выбор, они сделают так, как их учила их Родина. Военно-патриотическое движение «Юнармия» в Преамурье развивается стремительно. Так, еще в прошлом году на территории региона юнармейские отряды были сформированы всего в 17 территориях. Сейчас юнармейцы есть во всех муниципальных образованиях. Анастасия Петраш, Роман Юдаков, Амурское областное телевидение. Партию ядовитого порошка и наркотиков пытался провести через Благовещенскую таможню гражданин России. Но он спрятал запрещенные вещества под верхней одеждой. По заключению экспертов, мужчина пытался ввести в Россию из Китая более 400 граммов скополамина гидробрамида. Также нарушитель вез наркотики и психотропные вещества, среди которых марихуана, гашиш и эфедрон. В отношении злоумышленника возбуждено два уголовных дела по факту контрабанды ядовитых веществ и контрабанды наркотических средств и психотропных веществ. За нарушение закона он может лишиться свободно на срок до 15 лет, а также заплатить штраф 500 тысяч рублей. Амурские школьники вошли в тройку лидеров на Олимпиаде национальной технологической инициативы. Ребята из лицея БГПУ разработали компьютерный алгоритм системы зарядных станций для смены аккумуляторов электромобилей. Интересно, что проект может остаться не только на бумаге, но и получить практическое воплощение. С юными программистами встретился наш корреспондент. Задачу, которую предстояло решить ребятам, находилась в этой увесистой папке. На ознакомление около часа, а вот на решение ровно сутки – 24 часа. На языке программирования тема алгоритма звучит сложно. Создание систем зарядных станций для смены аккумуляторов электротранспорта и верификация контрафакта на стыке технологий блокчейн и интернета вещей. Если говорить проще, участникам Олимпиады предстояло написать программу для электрозаправок. Проверять, подходят ли они по качеству, совместимы ли вообще с электромобилем. И все это должно было происходить с использованием технологии блокчейн. Решение задачи – это не классическое сложение или вычитание, а вот такие алгоритмы, понятные только программистам. Чтобы прийти к финалу, достаточно выполнить десятки мудреных операций, которые необходимо синхронизировать между собой. Я испытываю от этого удовольствие, потому что, когда смотришь, как у тебя начинает все работать, и ты когда-то понимаешь, что этим занимаются люди, которые получают за это деньги и вообще развивают культуру современную, и вообще приносят в нашу жизнь новые технологии, и хочется в этом тоже поучаствовать. Матвей Плевака стал двукратным победителем Олимпиады НТИ. Третье место в командном зачете и призовое в личном. Школьник показал свои знания в физике и математике. У нас на Олимпиаде было два, как бы две Олимпиады, вот был личный этап и командный этап. Вот на личном этапе, в котором мы писали Олимпиаду, там вот именно были такие задачи, что из точки А в точку Б вышел поезд, там идет по какой-то волнистой дороге, там у этой волнистой дороги есть радиус, и поэтому радиус нужно вычислить его путь. Вот как бы это задача в вакууме. А данная задача, она вполне применима, потому что блокчейн развивается, технологии развиваются, и вполне возможно, что даже возможно не для автомобилей, а для какого-то другого вида транспорта, который в будущем станет популярным, вполне возможно использовать данную технологию. Правда, пока алгоритмом амурских программистов никто из предпринимателей не заинтересовался. Впрочем, победа в престижной национальной Олимпиаде – это уже своеобразный бонус и плюс для будущей карьеры. Екатерина Рожкова, Юрий Камышный, Андрей Цветков, Амурское областное телевидение. 200 тайбоксеров со всего Дальнего Востока приехали в Благовещенск, чтобы выяснить, кто из них лучше. В областной столице впервые проходит открытый кубок ДФО по тайскому боксу. За поединками, победами и поражениями наблюдал наш корреспондент Денис Вериденко. Начался второй раунд под подричьем. Аплодисменты, ребята. Для маленького Савелия Возненко это уже шестые большие соревнования. Юный амурчанин посвятил тайскому боксу три года. За это время успел принять участие в турнирах и на Дальнем Востоке, и за его пределами. В каждой схватке тайбоксер бьется со всей отдачей, буквально роняя перчатки. Однако такие недоразумения не мешают ему побеждать снова и снова. Победу в этом бою одерживает боец из красного угла ринга, город Сея Возненко, Савелий. Потому что я много тренировался, я трудился, чтобы выиграть. Ну вот и выиграл. Тайский бокс считается одним из самых жестких видов единоборств. Поэтому для юных бойцов правила щадящие. Максимальная защита, шлемы, жилеты, щиты. А длительность раунда всего одна минута. Многие зрители ждут, когда на ринге появятся опытные боксеры. Однако для родителей именно схватки маленьких бойцов самые зрелищные. То есть, если вы отец ребенка, которому там 12 лет, вы будете приходить и смотреть до 12 лет, как именно все боксируют и сравнивать. Если вы зритель обширный, конечно же, будет для вас приятно смотреть, для уже мужиков, где будут драться уже конкретно тяжи. Или уже опытные ребята, где будут показывать технику, именно клинчи. Ну и, соответственно, это все зрелище будет складываться. Организаторы называют эти соревнования историческим событием. Кубок по тайскому боксу дальневосточного уровня проходит в Благовещенске первый раз. Оценить уровень участников и судей специально приехал заслуженный тренер России, международный судья Сергей Куимов. Мы будем чаще приезжать в регион. Я лично буду контролировать этот регион. И я думаю, что семимильными шагами будем двигаться вперед. И вот именно с этого региона мы увидим скоро и детей, и взрослых ребят в сборной региона, в сборной России. И я думаю, на высших ступенях чемпионатов в форумах мира и Европы. За победу на открытом кубке будут сражаться спортсмены из Хабаровского и Приморского краев Якутии. Состязания будут идти три дня. Сначала на ринг выйдут маленькие бойцы, затем в честном поединке сразятся опытные спортсмены. Имена лучших дальневосточных тайбоксеров станут известны в воскресенье. Денис Вериденко, Андрей Цветков, Амурское областное телевидение. На этом у меня все. Пересмотреть программу можно в социальных сетях, на страничке Амурского областного, в фейсбуке и одноклассниках, а также на сайте murobl.tv. Я же с вами на этом прощаюсь. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин